Все больницы и поликлиники курорта находятся в краевой собственности. В видении Министерства здравоохранения Краснодарского края передано 19 лечебных учреждений согласно федеральному законодательству. Соответственно, иметь в штате администрации управление на муниципальные средства для управления краевыми, это не соответствует законодательству. Поэтому было принято решение его ликвидации. Но еще раз говорю, что это не означает, что никакого органа, координирующего деятельность лечебных учреждений в городе Сочи не будет. Будет территориальное управление. Виктор Филунов также отметил, что передача полномочий не скажется на работе медицинского корпуса Сочи. Контроль за качеством медицинских услуг будет вести территориальное управление Краевого министерства здравоохранения. Тем не менее, депутаты городского собрания Сочи при принятии решения договорились до 1 декабря провести заседание с участием представителей Края. Задать волнующие вопросы в части медицинского обслуживания сочинцев. Кроме того, в новый финансовый год лучше входить без долгов, поэтому народные избранники сегодня откорректировали бюджет города. Это дополнительные, которые получили 104 миллиона из Края. Это для того, чтобы завершить строительные работы у нас по лечебным учреждениям. Это конкретно первая больница в Лазаревской, это инфекционное отделение. Ну и строительство школ и детских садов, которая вторая часть, отрасль образования. Это раз. Второе. Откорректированы и восстановлены те средства, которые были сняты с отраслей на необходимые нужды. Сейчас мы их восстановили. И то, что было в бюджете, то мы его привели в соответствие, что бюджет был полностью выполнен. Также сегодня депутаты городского собрания Сочи проголосовали за приведение в соответствие структуры местного самоуправления конкретно в Лазаревском районе Сочи. На восьми территориях были сформированы ТОСы.